В общем, были такими же, как и были предыдущие. Им примерно составляли, оценить их очень трудно, но примерно 5-6%. Несколько больше, чем позволяла точность нашего измерения. Потому что 14% классификации по Москве, это 1% в стране. Значит говоря, это почти не ловится нашим заметам. Что за этим стоит? Собственно, это резюме. Мнение о том, что произошли гораздо большие фальсификации, послужили трингером для консолидации недовольства. И условием оправдания, условием выхода, самооправдания. Легитимация вот этих новых процессов движений. Более того, это условием формы осознания себя людей, вот того самого, условно говоря, прото-среднего класса, как имеющих собственное достоинство, как людей, заслуживающих уважение и требующих себе внимания и признания их в качестве великолепных потребностей. Но этого не было. Фальсификация – это раз. Второй момент – ложная посылка, что выборы в России имеют такой же характер, как страны западные Европы. Имеют тот же смысл и функции. На этом строятся все статистические расчеты охлаждения. Этот хвост, который связан... Ну, не видно, но вы примерно представляете, этот хвост в сторону Единой России, и главная рефункция, что с увеличением ядки растет поддержка Единой России. Или еще, что отклонение приходится на поздние часы, которые и являлись основанием для броса. Иначе говоря, посылка за этот хвост, что избиратель рационально определяет свою поведение, что он выбирает за кого голосовать, что он свободен и выгоден, что он отец не оберцом и дееспособен. Эта хвост посылка, мне кажется, нелеверна. В целом, для условий для России. Потому что должна быть другая совершенно нормальная конформистская поведение в условиях авторитарного режима. Где выбор, за кого голосовать, фактически субъективно не значим. Для огромной части населения за кого голосовать не имеет значения. потому что люди, отчеркиванные от политики, как вы видели, на руководстве еще, не заинтересованы. И для них это не проблематично. Начальство требует проголосовать, но проголосует, насколько от этого, от исхода выбора, как бы большинство ничего не зависит. За исключением небольшой части нераселения, примерно 15%, гораздо больше, вообще говоря, почти 25%, которые были оскорблены в самом авторитарном режиме. Вот это здесь ситуация совершенно другая. Здесь действительно применимы модели рационального выбора, рационального поведения, но это характеристика поведения в основном в крупных городах и прежде всего в Москве. Поэтому там должно быть избирательное поведение, описывается совершенно другим способом, не конформентского поведения, а именно, собственно, прагматического, рационального взвешивания. И это показывает наши результаты, где совершенно другие мотивы. Выголосовать за какую-то партию, потому что она противостоит другой, потому что это ослабит там критические или противные партии, и так далее, и так далее. Здесь появляются именно рациональные мотивы. Во всех остальных случаях действуют такой мощный крышет, голосуют, потому что это мой гражданский долг, либо привычный, который 62%. Что под этим подразумевает люди под словом гражданский долг, вы легко себе представляете. Как надо, так было всегда, и так и было. Это не означает никакого содержания на полной. Собственно, это и есть формула конформистского поведения. Что же тогда означает фальсифицированность и негатива, который ясно осознанно не осознанно? Это довольно интересная проблема. Мне кажется, она должна быть рассмотрена уже политологами. Это вообще говоря, при, на мой взгляд, демонстративные, элементом демонстративного принуждения и насилия входит в величие власти, авторитатные власти. Если хотите, это признаки суверенности, такое вот извращенное суверенность, о котором писал Шмидт. право нарушать нормы и демонстрировать, что власть суверенная и неконтролируемая общество. Это не есть элемент и ее признавания, признавания силы, права, правомочности, ее произвола. Это важный механизм, который и входит в конструкцию авторитатной власти и называет похвати, поиселенности и походности самоучастия в целом. Вот. Все.